Решение об ужесточении карантинных мер в стране будет принято в ближайшие дни. Отмечу, сегодня истекает срок, когда Госкомиссия по поручению главы государства должна представить пакет по усилению ограничительных мер. Напомню, Касамжимар Токаев подчеркнул, что карантин должен быть таким же жестким, как в марте-апреле. О том, насколько сейчас в стране необходим локдаун и как это повлияет на казахстанцев и экономику, мы поговорим с экспертом Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Ирланом Мадиевым. Ирлан, добрый день. Четырехнедельный жесткий карантин может стоить экономике 1% внутреннего валового продукта. Таким мнением накануне в нашем эфире поделился экономист Марат Кастаев. Вот мнения самих казахстанцев тоже неоднозначны. На ваш взгляд, когда на чаше весов здоровья экономики и здоровья населения, как же сделать этот непростой выбор? Здравствуйте. Действительно, вы сказали, это действительно непростой выбор, когда, по сути дела, мы находимся между двумя огнями. С одной стороны, на кону здоровья населения, с другой стороны, экономическая ситуация, которая ухудшается с каждым днем, в том числе под влиянием общей нестабильной глобальной ситуации. Но здесь я хотел бы мне отметить, что введение карантина по сей день является одной из наиболее распространенных и одной из тех немногочисленных мер, которая, в принципе, доказала свою эффективность. Ведь нельзя забывать о том, что сохраняется огромное количество факторов неопределенности. По сей день научное сообщество еще не пришло к пониманию природы вируса до конца. И в этой ситуации неопределенности меры социального дистанцирования, карантинные меры, они, по сути дела, являются одним из тех немногих мер, которые приносят какой-либо ощутимый эффект в ближайшей перспективе. Ведь если мы говорим о эпидемиологической ситуации, а об основных рисках, то здесь необходимо учитывать, что в первую очередь необходимо сгладить так называемую кривую заболевания. И так называемые локдауны в различных формах, они являются неотъемлемой частью стратегии по сглаживанию вот этой вот кривой заражения. И в частности об этом свидетельствует опыт множества других стран. К примеру, тот же опыт стран Восточной Азии, где бы, к примеру, Китая. Или же можно взять в качестве примера Великобританию, где тоже, в принципе, сперва говорили о том, что, возможно, государству следует пойти за стратегией формирования так называемого стадного иммунитета. Но после статистических моделирований в правительстве быстро отказались от этого сценария, так как анализ показал, что, по сути дела, британская система заражения, она просто захлебнется под напором растущего числа заражений. И, в принципе, необходимо отметить, что статистика последних дней, последних недель, она в Казахстане тоже свидетельствует о очень тревожных фактах, о том, что идет рост по экспоненте. И самое главное, опять-таки же, необходимо отметить, что сохраняется огромное количество факторов неопределенности. Допустим, вот вопрос о пневмонии. Ведь Минздрав по сей день не дал внятного, конкретного ответа относительно резкого роста заболеваний пневмонии. Следует ли их учитывать в общей статистике? То же самое касается и бессимптомных носителей коронавируса. Здесь тоже очень много вопросов, и не только у Казахстана. Это и касается и Всемирной организации здравоохранения, на которой мы всегда ориентируемся, на чьи рекомендации мы ориентируемся. Ведь в начале июня представители ВОЗ, в принципе, говорили о том, что распространение инфекции очень редки среди бессимптомных носителей. И были вынуждены пересмотреть свои оценки под критикой международного научного сообщества. То есть остается очень много вопросов. И на этом фоне очень сложно говорить об эффективности тех или иных мер. И в этой ситуации, безусловно, что социальное дистанцирование, так называемый локдаун, они являются по сути дела единственной работающей мерой. Безусловно, что со своими проблемами, но ради объективности надо сказать, что это единственная мера, которая позволяет более или менее в короткосрочной перспективе как-то сгладить ту кривую заражения в обществе. Согласна с тем, что остается масса вопросов у населения, но вот все-таки готово ли наше население, а главное, малый и средний бизнес к еще одной месячной изоляции? И на ваш взгляд, какие меры дополнительные со стороны государства поддержки нужны будут? Ну здесь, конечно, сложно давать какие-либо рекомендации, с учетом того, что мы уже, в принципе, прошли период жесткого локдауна, когда даже был введен режим чрезвычайного положения. Я думаю, что в первую очередь здесь необходимо учесть те ошибки, которые были допущены в период первого локдауна. То есть здесь необходимо, наверное, подойти таргетированно, то есть не вводить повсеместный карантин, а извлечь уроки из опыта предыдущего карантина. Во-вторых, если мы говорим об ослаблении, то есть президент четко отметил, что после ослабления мы расслабились, как и правительство, так и общество. Здесь тоже необходимо извлечь определенные уроки, то есть позволяя определенным сферам продолжать свою деятельность, необходимо все-таки ужесточить контроль. То есть все мы видели, что после ослабления карантинных мер многие магазины, кафе и другие места массового скопления общественности, они не соблюдали те санитарно-эпидемиологические меры, которые были рекомендованы. Мне кажется, здесь необходимо все-таки государству ужесточить надзор в приемлемой, конечно, масштабах, в приемлемой мере и усилить в первую очередь информационную работу среди населения. Ведь во многом вот эта вот паника, которую мы сегодня наблюдаем в нашем обществе, надо сказать, что она была не то чтобы искусственно создана, но создана именно в условиях этого информационного вакуума, когда население не имеет доступа к достоверной и внятной, понятной информации. Вот взять, допустим, протокол реагирования, диагностирования Минздрава, которая уже, насколько мне известно, меняется уже десятый раз. Среди населения, допустим, среди статистических обывателей по сей день нет внятного понимания того, как диагностировать, что делать. И здесь, мне кажется, необходимо в первую очередь усилить информационную компанию среди населения, вести таргетированные меры локдауна, не повсеместные, а именно таргетированные. То есть оставив за пределами этих мер жизневажные объекты и усилить надзор со стороны государственных органов. То есть найти вот этот баланс между вынужденной мерой локдауна и необходимостью поддерживания экономической деятельности в стране. Ну и последний вопрос. Если вторая волна пандемии захватит весь мир и начнется повсеместный карантин, чем это дополнительно для нас чревато? Алло. 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 Вы меня слышите? Да, я на связи. Если пандемия охватит весь мир, чем для нас это чревато дополнительно, если будет повсеместный карантин? Ну, здесь тоже рассуждать очень тяжело, потому что все говорят о так называемой второй волне коронавируса. Но главный вопрос заключается в том, а прошла ли первая волна коронавируса, если брать глобальный контекст. То есть на сегодняшний день о второй волне коронавируса можно лишь говорить о тех странах, которые уже справились успешно на первых этапах с этой пандемией. А их считанное количество. Это страны Восточной Азии в основном, это такие страны, как Южная Корея, Япония, ну, можно взять Китай, да. Вот там можно говорить о начале второй волны коронавируса, да, потому что там реально пошел реальный спад ежедневных случаев заражений. И в последнее время наблюдается резкий скачок в определенных местностях. Но если мы говорим о странах Западной Европы, о других основных очагах коронавируса, да, как США, Бразилия, да, Индия, то здесь навряд ли можно говорить о том, что там завершилась первая волна коронавируса, да. И в этом и заключается вся сложность проблемы, да. То есть совсем, не совсем понятно, прошел ли мир так называемую первую волну коронавируса, да, в результате которой можно будет говорить о второй. Но если, безусловно, если ситуация, она будет продолжать стремительно ухудшаться, то мы будем вынуждены пересматривать все базовые сценарии развития глобальной экономики. И последний отчет Международного фонда, Валютного фонда об этом свидетельстве, да, они уже пересмотрели в пользу негативного сценария свой ближайший прогноз. Так, прирост глобального ВВП был понижен на 4,9%, да, на 4,9%, почти на 2% сразу ухудшился прогноз МВФ, да. И понятное дело, что по мере ухудшения эпидемиологической ситуации на главных рынках, да, а это страны ЕС, это США и такие драйвера экономики, как Индия, Китай, то мы будем вынуждены пересматривать свои базовые прогнозы касательно дальнейшего экономического роста. Спасибо большое, Ирлан, за вашу точку зрения. Будем надеяться, что действительно власти сделали соответствующие выводы после предыдущего карантина, и новые мы переживем с наименьшими потерями. Спасибо. Спасибо.